Среди тысяч ветеранов, оставшихся в живых после Второй мировой, немало тех, кто в послевоенные годы построил успешную карьеру и прославлял наш народ и страну. Казахстанцам хорошо известно имя выдающегося писателя, родоначальника детективного жанра в казахской литературе Кемеля Тукаева. В этот светлый и праздничный день мы расскажем о фронтовых подвигах нашего прославленного земляка. Подробности в следующем материале. 18-летний Кемель Тукаев отправился на войну в составе Сталинградского фронта. Спустя три месяца он был тяжело ранен в боях. Ему хотели ампутировать ногу. Но сильный духом юноша не согласился с вердиктом врачей. Он вылечился, научился ходить и снова отправился воевать. В результате Кемель Тукаев вместе с танковым полком прошел по полям Белоруссии, Украины и Польши, а также участвовал в обороне Сталинграда. За боевые заслуги перед Родиной он был отмечен двумя орденами Второй мировой войны и многочисленными медалями за мужество и отвагу. Вместе с Кемелем в армию еще до начала Второй мировой войны ушел его брат Касым. Позже он погиб в феврале 1942 года под Ржевом. Каждый из них большой пример для нас. Они многое вынесли на войне, прошли через ее страшные испытания. Они смогли преодолеть страхи и горести. Думаю, это посели не каждому человеку. После окончания войны Кемель Тукаев поступил на филологический факультет в ныне Казахский национальный университет имени Аль-Фараби в Алма-Аты. Отучившись на журналиста, начал работать в сфере СМИ и одновременно писал книги. Свою известность получил как основоположник детективного жанра. Его повести и рассказы передавались из рук в руки. И достать их было большим везением. Всего Кемель Тукаев издал 9 сборников рассказов и повестей. Все они сохранены в музее средней школы города Уштубе, Каратальского района, Алма-Атинской области. Мы начали по крупицам собирать материал. И в архивах мы были, и в Алматы ездили. Но собирали материал, какой могли о жизни, творчестве Кемеля Тукаевы. Когда в 1997 году Касамжамар Кемельевич посетил, у нас уже основа этого музея была. И на следующий год Касамжамар Кемельевич нам привез личные вещи Кемеля Тукаева. Архивные материалы, костюмы здесь с боевыми наградами его. И мы здесь уже более полнее стали знакомиться с его жизнью и творчеством. В 2008 году при музее создан и благотворительный фонд имени Кемеля Тукаева. Он оказывает материальную и техническую помощь учащимся одноименной средней школы и воспитанникам Уштобинского детского дома. У ветерана и писателя Кемеля Тукаева всегда была мечта, чтобы его дети прочно встали на ноги и были уважаемыми людьми. Она, можно считать, исполнилась. Тимур Адельханов, Арлан Абзельбаев, телеканал Алматы, Алматинская область.